Откуда же пошло воинство монгольское? Следует сказать, что монголы современно не являются автохтонным, то есть коренным населением той территории, которую мы сейчас называем Монголией. Первоначально это племена, которые жили в Преамурии, более того, не были кочевыми, что очень важно, занимались скотоводством, тоже земледелием, разводили свинью, собаку, сеяли зерно. Совершенно верно. А потом, в результате довольно длительного движения народов в этом регионе, они сдвинулись далеко на юг, на юго-восток, на юго-запад скорее, и займут ту территорию, которую до этого занимали собственные тюрки, организовавшие несколько тюркских каганатов. И, естественно, выйдя в пределы степи, они становятся кочевниками, начинают разводить лошадей, коз, верблюдов, в меньшей степени, в большей степени баранов. И, естественно, что тут мы можем четко последить тюркский след, то есть они, вся лексика, все слова, которые так или иначе относятся к нынешнему монгольскому, включая скотоводческую сферу, они все не монгольского происхождения, не тюркского, что означает, что они были заимствованы монголами, оседлыми монголами, которые пришли с северо-востока на территорию монгольских современных степей. То есть нынешние монголы – это не совсем монголы. Можно узнать, у вас есть сведения по старописьменным монгольским источникам? Письменным монгольским есть тексты известные на тюркских языках? Монголы используют самим алфабетом, как большинство старописьменных монгольских источников. Потому что монголы используют этот алфавит, как и большинство тех, которые пишут, писали на древней тюркской. В то время, когда Чингисхан создавал свою империю, много людей, которые ее составляли, которые занимали некие посты в чиновничьих рядах. Это были как раз таки древние уйгуры, которые писали на своем языке. Когда Чингисхан formed его импирая, то язык, и многие люди, которые писали, были уйгурцы. Игорь Данилевский, здесь Игорь, добрый день. Добрый день. Еще почему называют монголы татарами? Отделаемся от этого и пойдем дальше. Ну, вопрос достаточно простой. Это искусственный термин, который был введен в оборот в первой половине 19 века историками, для того, чтобы ликвидировать, судя по всему, вот это вот противоречие между названием монголы и монголи, и татары, которые упоминаются в источниках. Искусственный, не очень удачный термин, это тюркоязычные были племена. Это искусственный термин, не очень удачный. Я предпочитаю пользоваться термином ордынцы. Это как-то так нейтральнее. Это, ну, это здесь не какая-нибудь такая уж излишняя политкорректность, а здесь это просто как... Это точнее будет. Это точнее, да. Так, чтобы не путать татар, татар, монголов и так далее. Вот у меня такое впечатление, что мы все-таки недооцениваем себе значение этого государства вообще в мировой истории. Если посмотреть на карту Великой Монгольской империи в пиве-тое-рассвета, а это Прихани Хубилайи, это территория, которая раза в два больше, наверное, чем Союз Советских Социалистических Республик. То есть она охватывает практически всю Азию, за исключением полуострова Декан. Уцелела Япония. Ну да. Вот, Ближний Восток занят. Спасибо ветру Камикадзе, да? Да. Средняя Азия вся занята Монголией. И Монголы продвигаются вплоть до Центральной Европы. При тех средствах сообщения, которые были, это вообще уму непостижимо, как это все могло быть организовано. Потому что это колоссальная организация. Это организация походов. Когда выступали, скажем, в западный поход, которым руководил официально Батый, да, а фактически военными действиями руководил Субадей, там ведь выходили в этот поход мальчики 14 лет, потому что говорили, что когда они дойдут вот к тому самому западному морю, они будут уже взрослыми мужчинами. И это же все пересылалось во внутреннюю Монголию, перераспределялось. Это колоссальный административный аппарат. То есть это огромное совершенно такое государство, которое очень интересно управлялось. Понимаете, когда говорят о том, что в 1480 году Русь освободилась от власти Орды, мы не должны забывать, что рядом с Иваном Третьим стоит хан Крымский, который помогает ему в борьбе против хана Большой Орды Ахмата. Они выступают как союзники. Крымский хан нападает на Большую Орду, что заставляет Ахмата отвезти свои войска туда. То, что лучше всего почитать, что самое толковое для того, чтобы понять, попытаться понять историю. Ой, трудно сказать. Сейчас огромное количество книг вышло. Вышел перевод очень неплохой монографии Чарльза Гальперина, американского исследователя. В Воронеже не очень хороший перевод, но хорошая книга. Продолжение следует... То есть вот из этих монгольских государств Золотая Орда была, конечно, самым могущественным, самым богатым государством. На каком языке они общались? На Копчакском, на Половецком, отовсюду. На каком языке они общались? На Копчакском, на Половецком. В Бухаризме он довольно быстро поднялся. Вот когда в 1330-е годы там был знаменитый путешественник Кривенбатут, он написал, что это огромный город с мечетями, караван-сараями, дворцами. Вот. А вот, скажем, Бухарай и Самарканд, которые были в составе государства Чагатаев, они до сих пор еще лежали наполовину в развалинах. То есть вот из этих монгольских государств Золотая Орда была, конечно, самым могущественным, самым богатым государством. Ну вот еще Хулугуицкий, Хулугуицкая Орда могла с ней посоперничать. Это была нормальная империя, то есть все намешалось. В городах население было действительно многоэтничное. В Средней Азии много выходцев было, в Левожске, Булгарии, с Кавказа, с Крыма, отовсюду. Вы как в каком языке они общались? На Копчакском, на Половецком. То есть это известный вот Копчакский язык, который на Руси, на Руси Копчаков называли половцами, в Европе их называли куманами, и даже вот в библиотеке знаменитого поэта Петра Арти был найден так называемый кодекс куманикус, где словарь на трех языках, вот на куманском, копчакском, латинском и персидском. И вот по этому словарю можно прийти к выводу, что современные тюркские языки не сильно изменились в тех времен. И эти языки, ну, к средневекому языку близки современные. Татарский, башкирский, нагайский, кумырский, казахский и так далее. Русские государы и великие хвизьяны хорошо говорили, скажем так, они называли это татарский. То есть это было право хорошего тона, иметь общение напрямую. В то время это уже называли татарским, но это был вот все тот же пополовецкий язык. И, естественно, их неплохо знали, потому что тем же князьям приходилось на многие месяцы выезжать в Золотую Орду, принимать ханских послов. Потом известная всем шапка Мономаха, это тоже, в общем-то, кубитейка, несколько видоизмененная. Вот, поэтому влияние было огромное. Но язык, русский современный язык, он нашпигован. А, конечно. С словами, которые пришли далеко очень из-за Волги. Ну, они пришли, я думаю, тюркизмы попадали еще во времена половцев. Известно, что в южно-русских княжествах неплохо знали половецкий язык. Но вот такое вот более широкое распространение тюркского языка, так называемого татарского в то время, вот, оно больше, конечно, приходится на эпоху Золотой Орды. Вот, и нельзя говорить, что вообще вот это вот прям вот все время существования Золотой Орды русские княжества находились под каким-то вот таким непрерывным гнетом. Нет, не совсем это так было. Была зависимость. Зависимость была, да? Да, в той или иной степени. Если бы к русским там так плохо относились, то они не ехали бы в Золотой Ордынские города, не было бы там кварталов, не существовали бы там и так далее. Конечно. В этой степени. Если бы к русским там так плохо относились, то они не ехали бы в Золотой Ордынские города, не было бы там кварталов, не существовали бы там и так далее. Конечно, я вот вспомнил Александра Орду, он же ездил в Орду, но тем не менее он понимал, что Орда это понятное взаимоотношение, в том числе товарно-денежное, а вот если придет крестоносцы, то будет уже совсем плохо. И веротерпимость. Потому что крестоносцы, конечно, потребовали бы принятие к такому. В Крымском и Казахском хатстве чингисидские династии сохранялись. История дала этим двум государствам шанс сохранить еще на несколько столетий главество чингисидов. Гирея помогло покровительство Стамбула. Казахи же в определенном смысле законсервировали чингисидскую государственность в ее кочевом проявлении. Отбиваясь от внешних врагов, лавируя между сильными соседями, прежде всего Джунгарией и Китаями России, они сохраняли и поддерживали чингисидское государственное наследие, которое, тем не менее, медленно угасало и здесь. И как бы сейчас не превозносили казахстанские историки эпоху казахского ханства, в действительности то было время неуклонной деградации остатков монгольской имперской государственности. И тут, конечно, нужно сказать об искусственном термине монголо-татары. Тут, конечно, нужно сказать об искусственном термине монголо-татары. Уже, в общем, понятно, что это изобретение историков XIX века. Вот слово «татары» в названии одного из древних народов Восточной Монголии еще за несколько столетий до Чингисхана служило на Востоке общим обозначением народов и племен Центральной Азии. И монголов, и других. Когда Чингисхан и его завоеватели начали войны в Восточной Европе, бежавшие от них кипчаки разнесли повсюду весть об этом страшном народе, который надвигается с Востока. А так как эти беженцы называли монголов татарами, так как они привыкли всех выходцев из Центральной Азии называть, то и русские, и европейцы, узнавшие от нашествия от кипчаков, тоже стали применять к монголам это имя. Вот почему ни в русских летописях, ни в европейских аналогах мы не найдем слово «монголы». Монгольские войска повсеместно именовались татарами. Там были отважные, оживленные торговые пути, межрегиональные связи. Там были мощные чеки старой и седовой культуры, Лаповская, Булгария, Крым, Молдавия. Поэтому там происходило постепенное отмирание патриархальных племенных норм жизни. Явно происходила этническая консолидация формирования золотоордынской татарской народности. Но сначала страшная, опустошительная эпидемия чумы в середине столетия, а затем войны и миграции кочевников с Востока этот процесс прервали, прекратили. А вот ордынцы левого крыла, вот казахстанской части, за Яйком, это были носители архаичных, социальных, культурных норм. Они свято соблюдали племенной строй в своей среде. И социальные порядки в степях к востоку от Яйка, от реки Урал, были гораздо более консервативными. Современные татары абсолютно не помнят о своей племенной принадлежности. Казахи, потомки ордынцев левого крыла, у них это все жило. Казахи, потомки ордынцев левого крыла. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» «Симон»